Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! Сегодня видео мы начинаем с готовки. Хочу первый раз попробовать приготовить по новому рецепту творожник. Десерт называется воздушный творожник, но по-простому это творожная запеканка. Итак, все самые главные ингредиенты я уже подготовила. Первый раз будем пробовать вот этот творожок. Покупали в Костку, надеюсь он меня не подведет, а кажется вкусным. Творога у меня тут килограммчик, но мне понадобится 750 грамм всего лишь. То есть я не всю упаковочку буду использовать. Один лимончик, сливочное масло, размягченное 185 грамм, сахар 150 грамм, крупоманное 75 грамм и 6 вот таких вот куриных яиц. Буду показывать процесс. Итак, при помощи терки я сняла цедру с лимона и выдавила с лимона лимонный сок. Не знаю, сколько надо, но получилось у меня вот так вот. Вот такой вот концентрат лимона. Надеюсь, этого хватит. Взяла большую миску, затем сливочное масло мы взбиваем миксером на небольшой скорости. И частично мы добавляем сахар, цедру и лимонный сок. Затем поочередно ввожу яйца, взбиваю после каждого до однородности. И получится красивая гладкая смесь. Затем ввожу манную крупу. Уменьшив скорость миксера, буду взбивать теперь манную крупу. Затем творог. Вот такая вот творожная масса получилась. Теперь моя задача перелить все в формочку. В формочку я буду вот эту использовать для тортов. Смазала бока сливочным маслом и застелила пергаментным умом. И теперь можно выливать вот эту вот творожную массу. Надеюсь, у меня все получится и творожный пирог будет вкусный. Вы знаете, решила попробовать на сахар. Думала, надо будет добавлять, так как творожок вот этот кисленький. И вы знаете, нет. Мне кажется, идеальная пропорция сахара в этом пироге будет. Запекать будем в духовке при 180 градусах. Целый час, да, 60 минут. Так, ну, хорошо, с Богом. Покажу, что я готовила на обед. У нас сегодня тушеное мясо с овощами. Использовала свинину. Очень вкусно. С овощей у меня тут лучок. Перчик и горошек в кожуре. Горох в кожуре. В сочетании с мясом и такими овощами очень вкусные. К мясу у нас макронные изделия под названием фузили. Просто размешала, отварила, размешала все со сливочным маслом. А пармезаном буду посыпать уже при подаче. Хотя так вроде как неправильно. Ну, у нас так. Первый раз буду пробовать вот эту фирму. Это итальянский продукт. Надеюсь, будет вкусненько. И все граммы я и отварила. А, и это уже остатки. Антон вчера запекал молоденькую картошечку с приправками и чесноком. Это уже остатки. Очень вкусно. В общем, с готовкой на сегодня все. Запеканка еще готовится. Покажу наш обед. Сервировку стола показывать не буду. Покажу чисто свою тарелочку. Значит, фузили, посыпала пармезаном. Вот так выглядит мясо с овощами. Очень вкусненько. Пожелайте нам приятного аппетита. А, чуть не забыла про них приправах, травках. Приправах, скорее всего. Я готовила мясо. На самом деле, эта приправка идеально подходит к стейку. От фирмы Clubhouse. Но также она, знаете, друзья, просто универсально подходит ко всему. Поэтому часто использую ее в готовке. Так, друзья, еще сегодня намечается большое дело. Как вы видите, багажник мой полный. Это полные бутылок и банок. Мы когда жили на квартире, мы их не собирали. Но сейчас, так как мы будем ездить много на соревнованиях, мы решили собирать банки и бутылки, сдавать. Ну и как бы пойдет в фонд поездок наших на соревнованиях для Ульяна. Значит, сейчас хочу поехать, сдать их и посмотреть, сколько денег с этих мешков получится. Тут мешков сколько? 15, наверное. Так, ну, значит, друзья, погрузил я вот, смотрите, две тачки. Делаем мы это в первый раз. До этого, как я говорил, мы не собирали. Есть специальный отдел, прием стеклотары и все такое. Поэтому, да, осталось посмотреть, сколько мы с этого получим. Ну, не думаю много. Может, дел долларов 10-20. Так, значит, все, друзья, разгрузился я. Получилось, вы не поверите. Значит, 451 одно наименование по 10 центов. Это, скорее всего, баночки алюминиевые с подколой, там, пиво. И 19 крупных по 25 центов. Это, скорее всего, от молока, картонки, от кефира, сливки и все такое. Ну, в принципе, блин, 451. Собирали мы с тех пор, как мы заехали, практически уже полгода. Или нет, нет, нет. Мы сначала выкидывали, да. А потом у нас как-то не забрали этот мусорник с банками и с картоном. Там идет синий мусорник с банками и с картоном. У нас как-то не забрали. И причина была там какая-то глупая. То ли близко к гаражу стоял, то ли два мусорника близко стояло. То ли... А, нет, вру. Мы складывали в банки в пакеты. И с этими пакетами я ложил, как бы, сразу синий мусорник. И первые пару месяцев они забирали, забирали. А потом кто-то попался и сказал, доставил нам записку. Потому что они были в пластиковых пакетах, мы не забираем. Ну, я сказал, хорошо, не забирайте. И я тогда Лене... Мы предложили, у Лиане хочешь, собирая, будете на гимнастику какие-то там деньги. Карманные и все такое. Ну, Лиана не особо пока согласилась. Вот я Лене предложил, говорю, у нас соревнования все равно, как бы, обходятся. Дороговато затраты поездки, отели, ужины, завтраки, обеды, костюмы. И поэтому я говорил, давай тогда будем собирать. Ну, будет хоть какие-то небольшие деньги, будем брать с собой. То есть фонд таких поездок на соревнования для Лианы. Получилось 48 долларов. Нет, 49 долларов, 85 центов. Но так как я зашел вовнутрь, я никому не посоветую эту работу. Я зашел вовнутрь, они так быстро работают, там, все это сортируют. А я же сыплю пакет за пакет. Ну, это не только я. Вот они 8 часов на ногах во всем этом. Я просто даже не решился внутри снимать. Я разрывал пакеты, перчатки не взял. Хорошо, у меня есть влажные салфетки, то я помыл. Нормально. Ну, вот такое, да. Внутри я решил не снимать, слишком грязно. И такое. Вот я оставил просто на чай, там, типсы была, опция. 4 доллара 85 центов. И все. Значит, получилось, на руки дали кэш, 45 долларов. В принципе, все, поедем. Потом, и на бензин окупится поездка. Мы едем, куда будем ехать. То мы потом, может, скажем. А может, это выйдет видео и раньше. Вот. Ну, главное, что на бензин, вот, допустим, в Калкари или в Эдмонтон ездить, то да. Вот, чтобы заправиться. Вот такие вот дела. Шок, шок. Кто там пищит? Кто там пищит? Передавай всем привет. Привет, друзья, привет. Напишите, как у вас дела. У меня все хорошо. Да? Смотрите, моя хорошая. Ой, так классно зубик видно. Да? Наш первый зубчик. Друзья, решили спонтанно заехать в магазин. Да. Короче, да, мы камеру не брали, мы вообще не рассчитывали. Взяли быстренько, покажем, что мы взяли. Это у нас холл селл есть, малинку. Витаминчики. Не знаю, что будет. Ну, как сказать, любит, пробует. Да, да, да. Ну, не знаю, что это. Морепродукты мы взяли из колоб. Ребешки. Креветки. Да. Это что, пучек я потом скажу счет. Главный морепродукт. А, две креветки. Главный морепродукт бекон. Это вырезка из какой-то рыбы, я думаю. Так. Бекон один килограмм, копченый или нет? Нет, простой, но экстра толстый. Из холл селла, кстати, самый вот этот нам понравился больше. Он и жирок дает, и бекончик классно обжаривается. Все супер. И мидии. Да, это на спагетти с морепродуктами, либо же это с морепродуктами. Это будет обедное блюдо у нас, сформировано уже на эту неделю. Горчица, это острая идет. Приближенная к русской. Это я не знаю, зачем Лена взяла эту капусту. Кипинская капуста. Вот мама твоя лупцы делает, кстати, с такой капустой. Я не пробовала. Может, и я попробую, если нет, то салат. Не знаю. Так, пару яблочек. Да. Именно такого сорта. Да, милушки и уляшки попробовать, чего нет. Мы потом закупимся отдельно еще. Так, зеленый лук. Три пучка взяли. Три. Да, меня взяла. Потому что пуска такого нет. И педрушки нет. И зелени нет. Тоже там запуска. Ну и смотри, тут более-менее хотя бы зелень. А то бывает вот такая вообще. Да, в Уолмарте. Так, ну хорошо, какой у нас счет? Так, хорошо. Тут у нас счет получился 66 долларов. 13 наименований. В принципе, получается по сколько? По 4 долларов? Нет. По 5. А какой счет? По 5 долларов где-то получается. А счет какой? 66. То есть 5 долларов в среднем взаименований идет. Ну, в принципе, неплохо. Хотя, да, взяли по 2, а усредняется как за 5. А вот это взяли за 15, а усредняется тоже как за 5. Ну, если вот взять. И разбить, да. Это в последнее время я что-то начал замечать. Так, а еще я съездил регистрацию на машину, сделал быстренько. Пока тут все занимались своими делами, я своими. 93 доллара новая регистрация на этот год. Стикеры мы уже не клеим на номера до какого года. Оно автоматически уже все продлевается. Со следующего года я уже ездить не буду. Я онлайн зарегистрировался. Буду все делать онлайн, чтобы, так сказать, убрать лишние движения по городу. Так, друзья, ну что, настал тот момент, когда важный момент. Снимаем елку. Да, наконец-то. Хотя она нас до сих пор радовала. Ну, а для чего она ей нужна была? Чтобы создавать уют и радость в доме. Да. Поэтому определенных правил, когда елку снимать или ставить, их не существует. Это на ваше желание. А у нас, в нашем случае, просто, когда у нас есть свободное время. Так, да. Параллельно смотрим холостяка. Игрушки валяются по всему дому. Значит, сохранили мы коробку для вот этой вот декорации. Для этого поезда и снеговика. Кумовену подарили, упали в костках. Мы тоже на него смотрели, смотрели. В итоге нам подарили. Чему мы были безумно рады. Да, отправиться все в ящик, в коробку. Слава Богу, есть теперь где хранить все. Нравится мне в этом году, как мы украсили елочку. Правда, в этом году мы не наполняли носки конфетами. Но ничего, в следующем году обязательно. И также будем обязательно готовить, наверное, уже не Ульяне, а Миюше. Адвент-календари у нас два есть. Тоже музыкально. Это нам бабуля. Покупала для Ульяны. И вот он уже такой красивый деревянный адвент-календарь. Да. И вот эта декорация мне еще безумно понравилась. Тоже с распаковок потерянных посылок. Ты прям батарейки вынимаешь с часов, да? Ну, как она не окислилась. Не окислилась. Не окислилась. А следующую голову хватит. Конечно. Ой, красота какая. Тебе помочь? Ну, ты пойми. Так, продолжаем. Эта юбка у нас в следующем году обязательно будет под елкой. Эту уже использовать не будем. Ей, наверное, до 4 уже. Также сложила я скатерти. Мы использовали тоже на новогодние праздники. У нас есть двух разных видов. Одна красная, а вторая белая. Вот белая, ты знаешь, наверное, универсальная. Да. Ну, и она, мне кажется, будет актуальна всегда. Это белый цвет. А вот красный мне уже надоело. Хорошо. Возможно, в следующем году поменяем даже. И, Антон, я достала коробку от рождественского венка. И, получается, мы будем прятать уже... Давай, я на улице его сажу, чтобы не сильно сижу. Снеговика. Академ, делайся, а то замерзкий сад. Посмотрите, какой красивый у нас рождественский венок. Мне он очень нравится. Нравится до сих пор. Покупали тоже, наверное, 4 года назад за 35 долларов. Такой веночек тоже будет актуальный, я думаю, всегда. У нас тут, друзья, творческий беспорядок. Так, значит, это мои новые... Как правильно называется? Под тарелки. Такие вот коврики кладутся на стол. Покупала специально для этой скантерки. Нам попадались вот такие декоративные наволочки. Ну, такие. Они не сильно хорошего качества. Две наволочки в новогоднем стиле. Вернее, рождественском. Знаете, зачем я буду уже скучать? За вот этими подушками. И так они мне нравятся. Вот. Нам тоже попалась такая вот декоративная маленькая елочка. Так мы ее и не успели куда-то поставить в доме. Но уже жду следующего года, чтобы все задекорировать. Это бантики на елку. А вот и хотела показать мешочки. Смотрите. Это мешочки нам попались в одних из первых распаковок потерянных посылок. И смотрите, что написано. Ну, как так с Новым годом, пишут. В Канаде, особенно вардире, попались такие товары. Да. Прикольно же. Такой вот наборчик. Все, да? Хорошо. Друзья, мне так нравится сочетание цветов наших елочных игрушек. До сих пор не могу налюбоваться, в каких цветах. Все между собой сочетается. Потому что удачно подобрана цветовая гамма. Да? Я, кстати, не планирую менять игрушки. Вот единственное, что хотелось бы поменять елку, да? Немножко. И елку, и присыпку сделаем, или и гирлянду, скорее всего. Так, в общем, у нас продолжается процесс. Друзья, творожник давным-давно уже приготовился и даже остыл. Единственное, что немножко пригорели бока. Ну, а так в целом запеканка вроде как получилась. Показываю в разрезе. Моя самая любимая рубрика. Одно неплохо еще. А вот бока, видимо, передержала немножко. Ну, ничего страшного. Видите, я обрезала. Ммм, да пахнет как. Ну, я вижу, что запеканка получилась такой, как надо. Единственное, немножко пригорело. Это бока. Друзья, это очень вкусно. Очень хорошо чувствуется цедра лимона. Вы знаете, буду такое готовить. Рекомендую. А с малиной как вкусно. Напоминаю, муки не добавляла. Ой, друзья, она делает первые шаги, вы знаете. До этого она просто стояла. Ой, какая ты молодец. Поздравляем тебя, Милюшка. А еще можете нас поздравить. Убрали мы, наконец-то, елочку. Ничего страшного. Вставай. А полдня заняло у нас это. Конечно, и бегом к маме. Да, друзья, наконец-то. Убрали мы елочку. И я поставила на свое место мои цветочки. Покажу еще раз орхидею. Посмотрите, как красиво она цветет. Три цветочка. Красота же. Так, друзья, завершение нашего вечера, нашего блога будет очень вкусным. Так можно сказать. Заказали еду с Ди Кью. Сейчас покажем. Давай, показывай. Все, показывай. Значит, смотрим. А кто-то тут уже наворотил. Да не, я вроде держала все. Так, картошка фри. Ой, вкусненькая. Да. Так, это... Вот редко такое. Не вижу. Что это? Флейм фроуер. Это мне. Покажи. Бургер такой. С беконом, сыр и специальный соис. Вот такие голодные. Хотя, хотя в холодильнике куча еды. Одна котлета или две? Две. Бекончик. Так, это Ульяна. Три котлеты, по-моему, чешу. Ого, три котлеты. Вроде бы, да. Так, хорошо. Держи, Мию. Криспи чикен. Кстати, не в кого больше. Криспи чикен. Курица. Помидорчик. И Путин. Это тоже Ульяна. Это канадское блюдо. Национальное, да? С сыром. И там, короче, залито в подливку такую интересную. Ну да, картошка фри. Залито сыром и соусом. Так, хорошо. Что у нас в саде коробочка? Так, значит, что мы сейчас тут еще собрались делать? Мы продолжаем наш челлендж. Anniversary of dates. Неделя у нас сейчас идет... Ого, 19-ая. 19-ая неделя, значит, нам надо было пойти в кино. Ну а здесь написано go to the movies, flip a coin. То есть подбросить монетку и выбрать фильм. В кино мы пойти не можем. Мы очень хотели, но мы не можем оставить младшую ни с кем. Мы думали с бабушкой. Бабушка у нас заболела. И потом дедушка заболел. Ну, короче, вот так вот. Поэтому мы решили кинотеатр устроить дома. Соответственно, с такой вот едой вкусной. Я подбросил монетку. Я выиграл. Поэтому фильмы будем смотреть сегодня. Lamborghini. Человек-легенда. Мы это не видели. Надеюсь, будет интересно биографически. Или что-нибудь связанное с Lamborghini. Поэтому, кто смотрел, молодцы. Давай новую карту. Теперь посмотрим им. Да. Хорошо, а какой счет? Счет за это вышло 45 долларов. Ого! Так, ладно, открываем новую карту. Неделя 20 зеленого цвета. Интересно. Смотрим, что у нас там. Так. Всем такие. Барабанная дробь. Что? Никак не одно, так другое. Так, Анна, подожди. Find a new restaurant. О, замечательно. Ну, я понимаю. Но нам же ж надо выйти. Нам не с кем... Самое главное, это оставить с кем-то младшую. А еще и вечером, когда уже у нее свой график. А там не написано вечером. А в ресторан когда мы можем спать и с утра? Мы же с утра не можем в ресторан? В ресторан-то лучше пойти вечером. А я работаю. После работы как бы я уже... Ну, как всегда, ресторан надо мной. Короче, что-нибудь придумаем. Нам не привыкать. Написано, eat out somewhere you've never been before. Поэтому попробуем. Попробуем что-нибудь придумать. Получится, получится, нет. Значит, придумаем так. В общем, наблюдайте, друзья, за нами, за нашей жизнью. Короче, ресторан у нас много тут. Дикий. Кинотеатр на дому, ресторан на дому. А так, в принципе, челлендж. А так челлендж называется. Не, ну мы пытаемся. Мы пытаемся, да. Правда. Хорошо, давайте попрощаемся. Все. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем огромное спасибо, кто сегодня был с нами. Всем пока. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok